АПЛОДИСМЕНТЫ Следовать моде смешно, а не следовать глупо. Здравствуйте, с вами программа «Модный приговор» на Первом канале. Заседание модного суда я объявляю. Открытый. Алена Рузавина, 28 лет, домохозяйка. Замужем, воспитывает дочь. До свадьбы Алена была сногсшибательна. Ботфорты, декольте и стразы. Спустя три года от прежней Алены не осталось и следа. Спортивные костюмы и невзрачные майки. «Подменили!» – кричит Дмитрий. Обвиняется в непонимании. Если подсовывать мужчине кота в мешке, он может превратиться в ветер в поле. Мы слушаем дело о том, как принцесса Алена превратилась в царевную лягушку. Дмитрий Горохов обвиняет свою жену, Алену Рузавину, в том, что он женился на знойной красотке, а жить приходится с серой мышкой. Обвинение представляет эксперт моды Эвелина Хромченко. Человек, знающий о моде все и даже больше. Защиту представляет народная артистка России Надежда Бабкина. Сегодня Анна поможет молодой маме из Красноярска отстоять ее права. И я, ведущий модного суда, историк моды Александр Васильев. Прошу вас, Дмитрий, подойдите к нашей тумбе. Дмитрий, в деле указано, что вы обвиняете жену в обмане. Это так? Это так. До свадьбы это была обаятельная, красивая, яркая девушка, сексуальная. Одевалась короткие юбки, платья. После свадьбы, после рождения ребенка, словно ее подменили, она изменилась. Стала одеваться в постоянно спортивные костюмы, эти спортивные куртки на синтепоне. Настолько она в них вжилась, что просто не хочет другой одежды видеть. Ну, тогда она была в поиске, а сейчас она вас уже нашла, поменяла Сибирь на Москву, приехала к вам. Давайте спросим, Алена, что вы ответите на эти обвинения? Ну, до свадьбы, действительно, я могла себе до родов ребенка даже позволить одежду достаточно яркую. Я была уверенная в себе, у меня была сексуальная фигура. Я была стройная. Конечно же, всегда носила и платья, и шорты, и юбки. Всегда шпильки у меня были, ботфорты. Я обожаю выглядеть, ну, очень красиво. Ну, конечно, родив ребенка, я набрала лишние 27 килограмм. Да, я комплексую. Спортивная одежда мне вселяет уверенность, и мне удобно в ней гулять с ребенком, заниматься хозяйством, ну и вообще как... Но муж хочет соблазна, вы понимаете? Вещи в студию, посмотрим на них. Боже мой, боже мой, я понимаю, почему бьет тревогу муж. Эвелина, дайте, пожалуйста, оценку этому спортивному гардеробу. Да, наша героиня просто пани-спортсменка, но что-то спортивными достижениями в ее ситуации не пахнет. Поэтому мне кажется, что все эти вещи, это как бы такая подмена понятий. То есть надевая подобного рода наряд, она думает про себя. Ну вот и в тренажерный зал сходила, ну вот и кросс побегала. И вся вот эта вот подмена понятий, времени нету, желания нету, занято очень. Это, конечно, совершенно не то, чего муж ждет от жены. Наша героиня цепляется за свою фигуру дуродов, и за год она бы могла легко привести себя в порядок, в случае, если бы надевала эти спортивные костюмы для того, чтобы 10 минут в день сделать отжимания или покачать пресс, пока ребенок спит. Все это, знаете, разговоры для бедных. Поэтому, разумеется, те вещи, которые мы здесь видим, это бич, которая имеет отношение не только к ней, но еще ко многим другим молодым женщинам, которым сейчас стоит задуматься. Вот именно это они и сделают, пока наша героиня переодевается, для того, чтобы предстать во всей своей красе, в тех нарядах, которыми она балует мужа. Будьте добры, прошу вас. Да, будет интересно посмотреть, на что сейчас будет похожа наша героиня. А, собственно говоря, что у вас больше всего раздражает в этих нарядах? Может быть, просто ваша жена ходит во всей этой одежде не туда, куда должна бы? Дело в том, что она ходит постоянно. И к гостям она может пойти, одевшись в спортивную одежду. И с ребенком погулять также может. Она у нее стала повседневной одеждой на каждый случай. А у вас работа домашняя? Почему вы все время видите то, каким образом она нарядилась? Я работаю в офисе и периодически бывает, что вижу, что она вот ходит вот в таком вот наряде. То есть получается, что вы офисный работник, утром уходите, вечером приходите, а у вас все время... Все одно и то же. Одно и то же. Да. Жена не переодевается. Нет, постоянно. И зная, когда вы приходите с работы, вы же не внезапно приходите? Нет, нет, конечно. У вас определенное время? Да, конечно. Да, какое-то. Она постоянно, не обращая на вас внимания, как ей удобно, так и ходит. Вообще, наглость, конечно, я с вами совершенно солидарна. Алена, выходите, посмотрим на вас. Вот она. Узнать невозможно. Ну, конечно, действительно. Надеяться на то, что мы здесь увидим какое-то огромное количество лишних килограммов, не приходится. Поэтому то, что мы здесь с вами слышали, это все отговорки ленивой молодой женщины, которая просто считает ненужным любые телодвижения, помимо тех, которые она осуществляет. Давайте мы посмотрим на единственное платье в вашем гардеробе, потому что это как-то маловато для одной такой прекрасной молодой женщины, как вы. Но если уж хотя бы одно платье в гардеробе появилось, давайте мы посмотрим, как оно на вас смотрится. Отправляйтесь переодеваться. А мы пока у Димы узнаем тайну. Вот платье, оно такое спокойненькое, камуфляжное, для каждого дня. Я бы даже сказала, для дома, вроде халатика. Куда ваша жена ходит в этом платье? Ну, с этим платьем довольно-таки связана смешная история. Дело в том, что мы собирались в гости, и Алена одела это платье цвета хаки. После гостей мне сделали, ну, высказали недовольство друзья, что Алена одета не очень хорошо. То есть они сделали вам претензию, ты же одюга. Вместо того, чтобы наряжать такую красивую жену, ты не приносишь домой достаточное количество средств, чтобы она была у тебя роскошная. Как тебе не стыдно, сказали друзья, да? Да, все верно. Вот оно было так. И это, конечно, обидно молодому мужу, потому что он делает все для того, чтобы его жена была нарядная. А что делает его жена? Она спускает полученные от мужа деньги на, опять-таки, удобненькие спортивные штаны с резинкой. Мне кажется, Алена уже готова, и сейчас мы ее увидим в платье. Выходите на подиум, Алена. О, да оно еще и менее. То есть вы понимаете, что в той ситуации, которую мы сейчас рассматриваем, ничто не мешает этой прекрасной, стройной, молодой женщине, пышущей здоровьем и уверенностью в себе, выглядеть прекрасно для себя, своего ребенка и собственного мужа. Ничто, кроме Лени. У нее щедрый муж, у нее прекрасная фигура, у нее полным-полно времени, потому что у нее только один ребенок. И она счастливится, не работает, она сидит в декрете. Спасибо большое, Ебелина. Спасибо. И вам присаживайтесь на свое место. А я передаю слово Надежде Бабкиной. Прям, знаешь, Дим, ты вот стоишь жалуешься, что она не меняется, что она что-то с ней произошло после замужества. Ну, а что не меняется-то? Посмотри. Раньше она была блондинкой, теперь она брюнетка. Шатенка. Даже такого шоколадного отлива. А это для кого она делает? Для тебя. Понимаешь? А ты к ней претензии предъявляешь. Не так, мол, да не эдак. Ну, ему все красотно. Подожди, я не тебя спрашиваю, пусть он расскажет. Ты потом... Я понимаю, что тебя это колбасит. У меня эмоции переполняют. Я хочу все высказать. Конечно, выскажешь у тебя, моя дорогая, спокойно выскажешься. Дим, давай, расскажи. При рождении ребенка прошел достаточно большой срок, больше года. Хотелось бы, чтобы Алена, ну, хотя бы приблизилась к тому образу, который был до этого. То есть ты считаешь большой срок, да, больше года? Я считаю, что... То есть ребенок уже самостоятельно пойдет, поест, попьет, все сделает, скажет, папа, вставай, иди на работу, мама, давай, помогай мне, да? Примерно из этой серии? Нет, конечно же. Ну, вот, подожди ты, пусть он в серии, пусть он расскажет. Вот представляешь, как... Пирсинг расскажи, что ты хочешь. А подожди, сейчас мы еще и дойдем до этого. А сейчас она у себя ваши секреты открыла. Конечно. А что он такое хочет? Подожди, Саша, там такая заява. Вот скажи, пожалуйста, у меня такой вопрос к тебе. Ну, ты как-то ее благодаришь, вот, скажем, там, подарки, там, благодари за то, что вот она все-таки ухаживает за ребенком. Да, конечно же, я уделяю ей очень огромное внимание, окружаю ее любовью. Молодец. Каждый раз на день рождения дарю ювелирные изделия. Только на день рождения раз в год. А раньше это было каждые недели всегда. Молчи, говорю тебе, молчи, дай мужика послушать. А сейчас что случилось? Алена, да хочу мужика послушать. Понимаешь, просто... А что его... Его самого, как... Он говорит, что меня подменили. Его самого, как подменили. Раньше таскал в коробочке, пожалуйста, на... Выходите, скотч, выходи, скотч, выходи, скотч. Вот тут у меня тоже написано, что ты в подарках как-то вот отметил эту историю. Решил ей принести серьгу для пирсинга. И заставляешь ее это носить. Из-за этого возникают у вас проблемы взаимоотношения. Вы ругаетесь, ссоритесь. Скажи, а почему? Почему тебе так интересно, чтобы вот эта железяка... А где она должна быть, Дадимка? На бубке? В носу. А в носу. С бриллиантом на день рождения он мне принес пирсин. С бриллиантом же принес. С бриллиантом это неплохо. Да, да. Когда мы с ним познакомились, я носила пирсин. Ну, простая сережечка была. А потом, значит, я как-то сняла, сняла и забыли про это. Молодец. А Дима про это всегда помню. И он мне... Ему нравилось. Да. Он мне преподнес подарок как-то... Вот этот пирсин с бриллиантиком. Да, он красивый, но я не готова сейчас, потому что ребенок маленький, она может просто у меня нос порвать. Ну, не знаю. Ну, вот порвать-то нос, это серьезное дело. Ну, а... АПЛОДИСМЕНТЫ Знаешь что, Алена, в этой ситуации вы оба хороши. Он предъявляет определенные претензии, и, наверное, особо много ничего от тебя не требует. Но ты должна... Не, ну как не требую? Да молчи, я тебе говорю, сейчас я разговариваю, понимаешь? А потом тебя спрашивать будем. Ты должна прислушиваться к нему. Ты должна его слушать и как-то немножечко уважать его отношение к тебе. Вот смотри, он из интеллигентной семьи, стоит скромняшка, не ругается, не перебивает, воспитанный. А ты приехала, сама знаю откуда. И не набралась еще воспитания. Понимаешь, я много чего знаю про твои отношения со свекровью. Понимала? Поэтому помалкивай сиди. Будешь перебивать, я вспылю. Спасибо большое. Дима, присаживайтесь. Ну, а сейчас слово Евгении Хромченко. Александр, у меня по этому делу есть свидетель. Я приглашаю в студию бывшего коллегу нашей разговорчивой героини Алены. Его зовут Сергей. Здравствуйте. Я на самом деле хотел бы по этому поводу сказать следующее. Я Алену знаю вот с 2013 года, помню даже когда она пришла к нам в филиал устраиваться. Я помню того человека. Действительно, вот можно прям ассоциацию у меня прям возникает в голове. Вот формы у нее были действительно как у вазы. То есть действительно рельефные, красивые, шикарные. Она пришла, на самом деле не постеснялась прийти на собеседование в короткой юбке, на шпильках. Некой руководитель позвал, чтобы разобраться, действительно, как поучаствовать хотя бы в отборе. Хороший ли специалист? Хороший ли специалист? Президентов, по крайней мере, потому что я работал на данной должности и хорошо разбирался в этом. Именно вас вызвали, как эксперта, я понимаю. Да, 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 можно сказать, именно так и было. Сереж, погодите, вы вот так вот вас тоже рассказываете, все-таки не забывайте, мужа в студии. Меня это уже начинает как-то беспокоить, а он уже кипит, у него из ушей пар идет. Вы лучше скажите другое. Вот вы помните, как это все было прекрасно, он тоже. Ему сейчас не нравится, как одевается его жена. Вам, видимо, тоже. Да мне тоже, прям реально очень. Вот вы об этом расскажите, пожалуйста, чтобы Алена узнала. Я когда увидел ее после родов, действительно, я проходил, я шел на тренировку, увидел ее случайно на остановке, потому что, в принципе, мы живем в одном районе, рядом, так как рядом с родом. Это меня не удивляет. Я увидел ее в каких-то бесформенных штанах спортивных, действительно, в какой-то футболке. Мне так вообще показалось, что эта футболка дождимая, мне кажется, даже была. В каких-то кроссовках я спросил, Алена, что происходит? Ты что, развелась или что? У тебя какие-то проблемы, я не помню, я тебя не узнаю. Алена, где ты прежняя Алена? Да, действительно, это уже на самом деле был не Алена, а какой-то другой человек. Да ничего подобного, Сереж. Ну как, Алена? Все в порядке, да? Ну просто, я торопилась и вот быстро оделась, то, что попалось. Сергей, садитесь. Давайте, наконец, уже дадим Алене высказаться. Он уже говорит. А ты вот скажи про первое свидание. Вот расскажи, вот это очень интересно всем. Так, ну мы с Димочкой познакомились по интернету. Вот так, оригинально. Да, на сайте знакомств. Достаточно длительное время общались, около месяца, полутора. Очень долго. Ну да, конечно, у нас очень переписка такая была, теплая. Я его пригласила на свидание. Он пришел с огромным букетом цветов шикарных. Вот, молодец, Дима. Да, и вот, когда я его увидела, у него образ такой был светлый, он в белой куртке был. Просто я влюбилась, честно говоря. Сразу? Ну, не знаю, что-то такое внутри щелкнуло. Ёкнуло, да. И я поняла, что это мой мужчина. Дим, понравилась она, да? Она мне даже больше понравилась. Мне она понравилась по фотографии в интернете. А когда я ее увидел в действительности, так мне очень, еще больше понравилось. Еще больше, да? Ну я блондинка, кстати. Это ёкнуло то, что это женщина моя женщина. То есть у вас произошла некая химия. Да. Прекрасно. Вот видишь как, тебе так повезло крупно. И что, Дима? Подарил Дима мне эти цветы. Я решила Диму, ну, честно говоря, проверить. Я говорю, Димочка, у меня вот продукты закончились, мне надо в магазин съездить. Ну, ты бы не мог мне помочь, ты на колесах заодно сумочки подвезешь. У него машина была? Конечно. А ты, а чем проверить-то, вот в каком смысле? Как проверить? Ну, вообще, как он хозяйственный, допустим. А щедрый и щедрый? Ну, щедрый и нещедрый тоже, конечно. Как он себя будет вести на людях со мной, допустим. Девочки, мотайте на ус, понимаете, проверку, как она делает. Кто расплачивался? Дима расплачивался? Джентльмен, конечно, Дима. Ну, хорошо. Значит, скажи мне, пожалуйста, когда он тебе сделает предложение, мне интересно. А, ну, познакомились мы, значит... Сколько времени прошло? Сейчас, 12 февраля мы познакомились, а 5 июля мы расписались. Молодцы. Вот это да! Быстро, 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 быстро. Ну что, я хочу сказать, знаешь, что, конечно, родом Дима из интеллигентной московской семьи, хорошее получил воспитание, а ты прилетела, такая девочка вся из Сибири, в столицу. Красавица. В поисках красавица. Для меня это не было самоцелью, просто вот с течения обстоятельств я встретила мужчину. А как тебя приняла его мама, будущая твоя свекла? Вот, это интересно. Вопрос на засыпку. Ну, был случай, когда меня мама Димы увидела не совсем в том виде, который бы ей понравился. Ну, то есть я была в платье в коротком одета, на мне были шпильки, бижутерия там какая-то. Мама так посмотрела на меня, что, ну, она была поражена. Дима, как всегда, классически был одет. Я достаточно такая легкая, такая... Воздушная. Да, воздушная, как Дима говорит, шармом. Счастливая. Непредсказуемая. Да, сначала вошел мой шарм, потом я. Ну, конечно, мама была поражена. Поражена, я представляю, как я понимаю вас, мама. Мама, как я вас понимаю? Потому что первое впечатление, оно самое-самое такое серьезное. Я это на себе испытывала, когда мой сын тоже познакомил меня со своей будущей женой. Теперь это для меня любимая моя невестка. Вот примерно в таком виде, коротком, блондинком. Прикинуто в чем-то, я сказала, это дорого стоит, где-то ее подцепил. Немедленно, вернее, обратно. Он сказал, мама, о чем ты думаешь? Это очень серьезная девушка, это моя будущая жена. Тут меня вообще совершенно бомбануло так, что я думала, вот тебе и приехали. Воспитывала приличного человека и на тебе. Но она быстро просекла, в чем дело? Через три дня она приходит вместе с моим сыном домой, совершенно другим человеком. В другой одежде мы сели пить чай, она достала чашечки. Я поняла, она классная девочка. Мы стали с ней разговаривать. И чем больше я с ней разговаривала, тем больше я понимала, что это мой человек. Что я ее обожаю. Понимаешь? Это твоя задача в жизни. Ну вот я и поменяла. Найти... Нет. Гаркировка. Найти общий язык с мамой твоего любимого мужа. И тогда будет полнейшая гармония. То, что ты поменяла, это не просьба свекрови. Это ты опустила руки и превратилась в какую-то непонятную... Какую-то женщину, у которой все так проблематично в жизни и плохо. А на самом деле шоколадно. Понимаешь, какая вещь? Этим надо уметь воспользоваться. Радуйся и говори, что все у нас будет замечательно. И ты подтверждаешь. Спасибо большое, Ребензам. Продолжение этой истории и модной советы совсем скоро. Сегодня мы расскажем все о модных трендах весеннего макияжа. Не переключайтесь, будьте с нами. Это программа «Модный приговор» на Первом канале. Мы слушаем дело о том, как принцесса Алена превратилась в царевную лягушку. Алена, вы, конечно, та еще штучка. Вот ваш муж, ведь он по-своему делает все для того, чтобы вернуть тот самый перец в ваши отношения, о котором вы тоже тоскуете. Вот эти вот все предложения его, и по поводу белья он берет вас за ручку, ведет в магазин, и по поводу пирсинга, еще татуировку вы с ним обсуждаете. Они же все не просто так. Вот, кстати говоря, татуировка – это чья идея? Ваша или мужа? Ну, это вообще моя идея. Дима категорически против. Ему не нравятся татуировки, а я бы себе, допустим, ну вот кошечку сделала бы. Потому что я сама в год кошки родилась. Ну, мне нравится грациозность. Ну, не знаю, а Дима не хочет прям. И вот тоже камень преткновения. Дим, ну это же сексуально. Кошечка, понимаешь, на каком-нибудь таком месте. Смотри, где сидит. Ты же хочешь, тебе этого не хватает. Ты же этого хочешь. Ты что, отказывайся? Потому что ему картинка не нравится. Не, ну кошечка, ну кота пусть сделает. Ну, я не против татуировок, но все-таки татуировка – это все-таки для мужчин, а не больше. Почему? Сейчас дамы очень любят себя украсить. Нет, ну какой-нибудь красивый такой вот это что-то. Дать, с другой стороны, для кого женщина делает татуировку? Ну, она тоже ведь для него делает, она в каком-нибудь месте делает. Вот, а он не хочет. А вот, а ему же этого не хватает. А он хочет пирсинг, который, кстати говоря, снимается, и который она, кстати говоря, носила. Ведь носила же до замужества. Носила наверняка. Вот поэтому он ей приносит то, чего она носила. У нее дырочка уже проколота, она у нее есть. Так пирсинг в носу, а татуировочка где-нибудь вот там. Ну, я пирсинг в носу. А может, не там. Может, не нравится татуировка. Алена у нас, знаете, женщина с секретом. Вот расскажите, пожалуйста, о том, в каком свадебном платье вы явились на брак с учитанием. Ну, свадебное платье, конечно, Дима очень хотел, чтобы я его купила в свадебном платье. Но лето, жарко так было, потеть в этом свадебном платье я не захотела. Я выбрала простое шелковое платье сиреневого цвета, короткое, летящее, как он любит. Шпильки. У меня была короткая сришка, на голове был цветок. Я себя чувствовала, что называется, своей тарелки. И классно, и мне не жарко было. Ну, вот так вот, налегке так расписались с ним. Ну, налегке расписались. Я представляю себе, как рада была свекровь, будущая нашей героиней, этой росписи налегке. На самом деле здесь самое важное понять, какая тарелка Аленина. Вот как только мы все это определим, потому что мы вот долго ее здесь сейчас пытаем, но понять до сих пор не можем. Так будет абсолютно ясно, по какой причине молодая красавица, таящая штучка, активно старается превратить свою красоту в нечто совершенно невразумительное. Какая задача у модного приговора? Сделать людей счастливыми. Насильно счастливым сделать никого нельзя. Спасибо большое, Эвелина. Ну, что ж, а сейчас у нас с вами настало время модных советов. Весна – самое прекрасное время года. Природа оживает, солнце не только светит, но и греет. Распускаются цветы, и мир наполняется яркими красками. Весной хочется улыбаться, любить и привлекать к себе восхищенные взгляды. А как это сделать грамотно при помощи макияжа, расскажет визажист Ника Кисляк. Здравствуйте, Ника. Здравствуйте, Александр. Рады вас видеть в ночь в нашей студии. Спасибо. Скажите, пожалуйста, каковы же основные тенденции макияжа этой весной? Что касается дневного макияжа, самая основная тенденция – это все, что касается натуральности, естественности. Это так называемый макияж без макияжа, когда мы грамотно слегка убираем недостатки и подчеркиваем достоинства. То есть, скорее, натуральный. Да. Ну что ж, давайте посмотрим на наших моделей. Модели в студию. С кого бы вы хотели начать? С дамы в лиловом или с дамы в изумрудном? Давайте, дамы в лиловом. Пожалуйста, да. Лавандовое платье. Присаживайтесь, моя дорогая. И давайте приступим. Что касается вот одного продукта, которым можно сделать практически все, например, это могут быть жирные румяна, которые правильно подобранного оттенка, вот свежего какого-то такого персиково-коричневатого, будут нанесены на скулы, на губы. Давайте сразу посмотрим. Ну, он чуть-чуть коралловый, этот оттенок. Ну, он такой сложный. На лице он будет скорее такой нежно-персиковый. Персиковый. Как-то здорово. Легкими, похлопывающими такими движениями, пальчиками. Под температурой пальчика продукт хорошо ложится, он как бы заходит внутрь губ. То же самое, в общем-то, происходит и со скулами. Замечательно. Сейчас вообще очень популярные продукты, именно вот такие, с жирными текстурами, с гелевыми текстурами. Они полупрозрачные, они очень легко ложатся, они соединяются с кожей, их практически незаметно. Хорошо. Наносим мы, собственно, вот сейчас на самую выступающую часть скулы. Естественно, да. Мы выделяем так называемые яблочки-щечек, чтобы создать здоровый цвет лица, юный такой ухоженный вид. Я вижу, что у вас тоже такой макияж сегодня. Так этот макияж вечерний или дневной? Это дневной. И вы это используете и в виде теней. Да, немножко. То есть те же самые жирные, румяна. Немножечко. Сделанные на гелевой основе, полупрозрачные, но вместе с тем сильно покрывающие кожу. Вы использовали и для губ, которые полностью их покрыли, и для выступающих частей и щек, и, конечно же, для румян. Но это очень хороший результат. Спасибо большое. Давайте перейдем к следующей модели. Модели в прекрасном изумрудном платье. Присаживайтесь, моя красавица. Но здесь у нее губы уже сделаны. Что это значит? Мне хотелось, чтобы сразу все женщины, которые вот в таком натуральном варианте, может быть, не до конца найдут, как себя выразить. Все-таки весна, хочется какого-то преображения яркости, свежести после зимы. Для вас я могу порекомендовать красную помаду, потому что в этом сезоне она тоже актуальна. Но есть, конечно, свои нюансы. Первый момент. Важно выбрать текстуру, то есть она должна быть матовая, она и носится комфортнее, и смотрится благороднее, и как бы дороже это выглядит на лице. И правильный обязательно оттенок. То есть в этом сезоне, в отличие, допустим, от предыдущих, очень актуальны свежие оттенки. Такие яркие, которые похожи на... Сочные. ...может быть, смородиновый, какой-то теплый красный цвет. Очень важно, чтобы красные губы находились в правильном балансе с остальным макияжем. То есть для того, чтобы это было по-настоящему актуально и действительно современно, как это носят сейчас, нужен сияющий, светоотражающий тон. Обязательно не тяжелая, плотная матовая маска, а именно светящийся, сияющийся. Именно светоотражающий. Свежий выбрала цвет румян. Хочу, чтобы никто его не пугался. Чтобы лицо не выглядело бледным, мы обязательно его немножко освежаем. Чуть-чуть вот этими розовыми румянами мы касаемся, опять же, вот этой зоны, так называемой яблочки-щечек. Но помните самый важный момент, что ни в коем случае яркость румян не должна спорить с помадой. То есть самый насыщенный, активный цвет. Иначе эффект ошпаренности кипятком. Конечно, у нас на губах. Но вот я все-таки хочу вам задать вопрос. Очень часто те люди, которые приходят к нам на программу и дают советы в области макияжа, пользуются сухими румянами. Вы же, наоборот, пропагандируете вот такие жидкие средства на гелевой основе. В чем существенная разница? Или этого эффекта можно добиться и тем, и другим способом? Сухими румянами никогда не получится добиться того эффекта, которого мы добиваемся с помощью жирных румян. Сейчас в мире, если говорить о тенденциях макияжа, почти все ведущие визажисты используют именно жирные продукты. Потому что они позволяют легко смешиваться друг с другом и очень натурально выглядят. Спасибо большое, Ника. Спасибо за то, что вы пришли к нам. А я хочу напомнить, что на нашем официальном сайте модные.тв вы найдете подробную информацию не только о весеннем макияже, но и о других трендах этого сезона. А также можете получить консультацию стилистов о том, как изменить себя и свой гардероб. Начните свое преображение с модным приговором. Оценить выбор нашей героини, записаться на участие в нашей программе и выслушать модные советы всегда можно по телефону. Звоните с мобильного 0736. Выбор Алены и ее мужа Дмитрия мы увидим очень скоро. Не переключайтесь, будьте всегда с нами. Эксидрин – препарат с тройным действием, помогает снять боль и облегчить другие симптомы мигрени в течение 30 минут. Благодаря Эксидрину шоу продолжается. Это программа «Модный приговор» на Первом канале. Мы слушаем дело о том, как принцесса Алена превратилась в царевную лягушку. Итак, Алена вместе с мужем Дмитрием сходили в магазин за новыми нарядами. Давайте посмотрим, что из этого вышло. Я приглашаю Алену на подиум. Просим. Алена, как вам этот наряд? Ну, миленькое платье. Дима выбрал мне его. Вам нравится или нет? Ну, да, я в нем такая воздушная, мне кажется, какая-то... Летучая, правда? Как девочка снова, да. Выслушаем мнение нашего независимого эксперта Татьяны Арно, для ведущей красавицы. Здравствуйте, Танечка, спасибо, что пришли. Что скажете? Что скажу? Ну, вообще, желание Димы нарядить жену в такое легкое романтическое платье похвально, но, мне кажется, правильное корректирующее белье, все-таки платье-футляр с раковами три четверти, было бы прямо отлично. Лучше, правда? Спасибо большое. Итак, ступайте переодеваться, покажите нам другой вариант. Надежда, вам слово. Мне кажется, ей это платье маловато, совершенно несоответствие обуви с цветом ноги, то есть не те колготки абсолютно точно, что-то надо было... Или не те туфли. Или не те туфли, конкретно. И я согласна, что платье может быть гораздо лучше, совершенно другое. Это другой стиль, немножко правильное, или платье-футляр, или такое платье, но чуть-чуть посвободнее, прикрыто слегка, рука, абсолютно согласна. Но, Дима, будем работать и над твоим вкусом тоже. Спасибо большое. Слово Велине Хромченко. Зачем белокожей красавице нужны темно-коричневые колготки из специализированного медицинского магазина, в котором продают белье, поддерживающее тех дам, которые страдают от варикоза? Я вот абсолютно уверена, что Дима к этим коричневым колготкам не имеет никакого отношения. Это его жена выбрала точно так же. Он не обратил внимания на то, что это платье не соответствует по размеру формам его жены. Сегодня ей действительно не нужны мини-юбки, сегодня ей действительно не нужны отчаянные декольте, ей не нужны слишком обтягивающие ее фигуру вещи. Ей нужны свободные юбки, платье в талию, но чуть-чуть более свободные, нежели то, что выбрал для нее муж, и спокойные туфли на каблуках. Это направление имеет смысл продолжать, но все-таки давайте будем аккуратнее с размерами. Спасибо большое, Велина. Ну а сейчас посмотрим на ее второй доступ. Аленушка, я вижу, что вы очень счастливы в этом спортивном костюмчике. Почему? Ну потому что я чувствую себя в своей тарелке, мне удобно. И комфортно. Да. Знаете, то, что здесь говорят 1800 или 900 женщин, которых мы здесь переодели, одна и та же песенка. Мужу не нравится, а главное вам не идет. Моя хорошая, вот весной все нарядятся в короткие юбки, в цветное, в летящее во что-то, в какие-то тренчи, которые будут распахиваться, в каблуки, а вы будете вот так. С коляской именно так. Серьезно? Это будет замечательно, да? Так няне одеваются, которые из Филиппин к нам приезжают за детьми ходить. И то не всегда. И то не всегда, еще иногда и получше. Это грустно, правда. Ответа нет. Да, потому что грустно. А вы знаете, у вас сейчас будет время подумать, потому что вы пойдете переодеваться. Ступайте. Слово Надежды Бабкиной. Ну, понятно, Алена, видите, она даже в оправдании свое ничего не может сказать. Она, в общем-то, пытается каким-то образом освободиться от тех стрессов, которые она видит в себе изменения, и у нее этот стресс. И она пытается как-то закамуфлировать в эти спортивные одежды. Понимаю, что ты хочешь увидеть свою жену в образе роковой такой красавицы. Но надо чуть-чуть набраться терпения, и тебе в том числе. Спасибо большое, Надежда. Слово Эвелине Хромченко. Ну, честно говоря, я не очень понимаю, почему наша героиня так уперлась, выбирая себе конкретно спортивные костюмы для занятий в тренажерном зале. Почему бы не выбрать одежду в спортивном стиле? Сегодня повседневная одежда может быть значительно более репрезентативной, что ей мешает, если ей так нравится свобода в области бедер и талии, выбрать красивые джинсы бойфренда, найти замечательные слепоны или туфли на не слишком высоком каблуке, яркие, альтернативные всему остальному комплекту. У нашей героини нет просто информации по этому поводу. А наш герой очень классически настроен. Так бог в помощь! А также сайт программы «Модный приговор», модные журналы и бескрайние просторы интернета. Спасибо большое, Эвелина. Ну а сейчас третий выход нашей героини. Посмотрим. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АЛЕНечка, это вы выбрали это трикотажное платье со фасонией, но увезу тебя я в тундру. Ну, это компромисс. Дима мягко настаивал на платье, так как я платье не особо сейчас ношу. Да. То все же я пошла ему навстречу, чтобы не обидеть. И платье спортивного стиля, договорились. Вот, Сашенька, пошла навстречу. А вот эти бархатные ботильончики? Ну, это, конечно, мой выбор. Самое непрактичное. Подходят под цветы как-то устойчивый каблук. Под цвет не подходят, а главное режут вашу ногу. Ален, это олени. Это они. Это, да. Модно, я вот сколько видела кофт с оленями. Мужчины носят сколько в передачах. Их носят в декабре под новогоднюю елку. Надевают, как правило, свитер крупной вязки какой-нибудь белый. Ну, да, такой тематик я и вижу. Татьяна, сейчас середина марта, вы совершенно правы. Но все-таки, согласитесь, рога мужчины носят круглый год. Рога, конечно, Саша, правильно заметили. Категорически платье в топку. Но, что я хочу сказать, Дим, вы, конечно, вот отправив жену сюда, вы сами себе готовите бомбу замедленного действия. Потому что у нее шикарные волосы, невероятной густоты. У нее красивые ноги, как обнаружилось. У нее замечательная грудь. Здесь мы все скорректируем. И вы еще потом, как-то, мне кажется, должны будете держать себя в тонусе. Потому что, что с ней станет после преображения, я уже могу себе представить. Спасибо большое. Спасибо за то, что вы пришли к нам. Ну, а сейчас выслушаем все вместе Надежду Бабкину Народную, артистку России. Мне понравилось из этого, так сказать, компромисса, что вы реально друг к другу пошли на уступки. Вот это точно серьезный компромисс, достоин аплодисментов. Спасибо большое. Слово Велине Хомшенко. В случае, если бы платье А-образного силуэта было выполнено не из спортивного трикотажа, который через некоторое время превратится в половую тряпку и совершенно не предназначен для платьев, это было бы очень неплохое решение. У вас действительно красивые ноги, вам их не к чему прятать. Вы молодая женщина, у вас колени в прекрасной форме. Почему бы все это не показать? Ну, с соответствующим цветом колготок, разумеется. Про оленей с рогами я молчу. О них уже все сказали свои мысли, и эти мысли правильные. Спасибо большое, Велина. Но сейчас настало время отправить нашу героиню Алену в волшебную комнату к стилистам. Ступайте, меняйтесь, совершенствуйтесь. Что придумают стилисты для нее увидим очень скоро. Не переключайтесь, будьте всегда только старыми. Лучший подарок любимым – стройная фигура. Диета Елены Малышевой помогает вернуть прекрасные формы. Готовить не надо, калории подсчитаны. Просто ешьте и худейте. Это программа «Модный приговор» на Первом канале. Мы слушаем дело о том, как принцесса Алена превратилась в царевну-лягушку. Итак, наша героиня Алена побывала в волшебной комнате стилистов. Она волнуется, потому что еще не видела себя в зеркале. А мы ее поддержим. Бурными аплодисментами. Алена на подиум. Алена превратилась в царевну-лягушку. Алена Рузавина, как вы себе понравились? Я бесподобна. Меня приполняют просто эмоции. Какая вы теперь? Расскажите. Я возрожденная, я живая, я хочу жить, я хочу быть женщиной, желанной, любимой. Такой же неотразимой. Спасибо вам большое. Прекрасно. Дима, а почему вы такой хмурый? Я просто поражен. Очень, мне очень понравилось. Это красиво. Просто очень, очень понравилось. Вам так же понравилась ваша супруга, Алена, как тот день, когда вы ее увидели? Да. Меня напомнил тот день, именно тогда, когда я ее увидел. Представляете? Она такая же была прекрасная. И она и сейчас, только юбочка была покороче. Спасибо большое. Спасибо и вам, Алена. Переодевайтесь за колесами. Мы выслушаем сейчас надежду. Дим, ты восторг-то свой высказывай. Даже если ты там стесняешься, скромничаешь, думаешь, ладно, вот мы придем вдвоем, я ей все скажу. Нет, говори сейчас. Прилюдно. Прилюдно. Когда прилюдно, это острее. Спасибо большое, Евелина. Ваше мнение для кого? Мне кажется, Дима такой немножко тихий по двум причинам. Первая, это вот он уже огласил причина. Она связана с тем, что у него те же самые впечатления, которые у него возникли при встрече с этой красавицей. Она ему в интернете-то понравилась, а в реальной жизни совсем затмила абсолютно все звезды на небе. И тогда, во время первой встречи, мой подопечный в белой куртке, как мы помним, молчал. Этим он и покорил нашу героиню, говорила она. И сейчас примерно та же самая ситуация. Поэтому он не изменяет себе, он в восхищении, только в тихом. Но не в достаточно полном, потому что он, конечно, ждал мини-юбки. Спасибо большое. У нас сейчас второй выход Алены Рузавиной. Алены Рузавиной Алена, как вам этот вариант? Бесподобно. Я полна эмоций. Мне очень удобно. Оказывается, можно быть красивой, стильной и удобно при этом. Давайте спросим Диму. Димочка, скажите, в таком виде вы думаете, Алена, понравится вашей маме? Я думаю, что вот такая сдержанность понравится маме, но не совсем понравится мне. Почему? А что бы вы хотели? Мне все-таки хотелось более ярких цветов в одежде. А куда же ярче? Погодите, куда же ярче мандаринового оттенка безрукавого пальто? Вы хотели бы латексы-шорты? Да, хотел бы. А вы знаете, что они есть, но они обычно при вокзале стоят. Нет, нет, секундочку. Все дома. А дома тоже можно в спальне, если только ребенок не видеть, не дай бог. Переодевайтесь, дорогая. Выслушаем сейчас Надежду Бабкули. Я, конечно, не понимаю, Дима, она же не уличная девка. Она же не какая-то дворняга приблудная. Она абсолютно красивая молодая женщина, мама-ребенка, твоя жена. И у нее должен быть какой-то статус. В этой ситуации стилисты подобрали ей довольно-таки яркое пальто. Очень. Безрукавое. Да, безрукавого, пожалуйста. Сексуальность просматривается. Я хочу сказать, что она пошла на определенный героизм. Она снова встала на каблуки и демонстрирует это с большим успехом. Понимаешь, это очень важно. Говори ей побольше приятных слов. Мы слышим ушами. И цветочек. Лобысь. И она тебе... Ой, спасибо, дорогой. А ты что сидишь? Не та одежда. Бука. Бука. Выслушаем сейчас Эвелину Хромченко. Действительно, это тот вид одежды, который очень редко нравится консервативно настроенным мужчинам. Эти самые консерваторы очень хотят видеть женщину, женщины в стиле Мерлин Монро. В материалах дела значится, что именно это и есть идеал женской красоты для моего подопечного. Перед нами прекрасный пример интеллектуального шика. Стилисты демонстрируют разный подход к нарядам нашей героини, но в то же время постоянно апеллируют к любимым образом нашего героя. Просто проблема в том, что он недостаточно хорошо знает историю моды, чтобы их признать. В этом смысле у стилистов поражение с точки зрения горя от ума. Оно полный выигрыш с точки зрения современности, актуальности и остроты комплектов, которые они показывают. Спасибо большое, Эвелина. Ну а сейчас третий финальный выход нашей героини. Алена, просим. КОНЕЦ Алена, как вам этот шелковый костюм? Он такой удобный, я в него просто влюблена. Как здорово. Его неохота снимать, он ласкает мое тело. Он просто вжился в меня. Я себя чувствую сексуально, женственно. Просто умопомрачительный. Как здорово. Давайте выслушаем вашего супруга Дмитрия. Алена, ты самая прекрасная, самая любимая женщина на свете. Я тебя очень люблю. Прекрасно. Спасибо вам, Димочка. Присаживайтесь, дорогой. Слово Надежде Бабкиной. Ее модный приговор. Да, конечно, роскошно. Как по-другому могло быть? Достойная фигура, прекрасный рост, все формы на месте. Все шикарно. Поэтому ей осталось себя только реализовать в своей деятельности. Мамой она стала. А теперь надо уйти в профессию и реализовать, получить работу. И там себя прекрасно демонстрировать. Да, ты будешь ревновать. А мы этого и хотим. Спасибо большое, Надежда. Модный приговор от Эвелины Кромченко. Что касается этого костюма, то пижамный стиль действительно особенно актуален в нынешнем сезоне. Он уже много сезонов держится. Но нынешний сезон, вот весна-лето 2016, это просто какой-то взрыв белья, которое ходит по улицам. И это еще самый спокойный и пристойный вариант. Костюм, который напоминает по своему принту мужскую пижаму, но тем не менее запашной. И прячет все те моменты, которые не нравятся вам, демонстрируя и тонкую талию, и пышную грудь. Это какая-то находка. А вам, Дима, я скажу следующее. Равно как и всем остальным мужчинам, которые смотрят нашу передачу. Очень любят бабушку, а жену просто любят. Спасибо большое, Эвелина. А мы с вами подходим к финалу нашей утренней программы. В гостях в студии голосуйте, дворецкие приведите вещи на подиум. А вы, дорогая Алена, подойдите ко мне в центр. Позвольте вас поздравить, ну и задать вам важный вопрос. Скажите, пожалуйста, милая Аленочка, что вам больше всего понравилось? То, что вы и ваш супруг Дима нашли в магазине. Вот эту великолепную суету серого и черного тут и тепло, и спортивно. Или вот эти вещи, которые вашему мужу, между прочим, и не очень-то и понравились. Поэтому берите вот это. Это гораздо лучше. Нет, и дешевле. Алена, Алена, берите. Вот группа поддержки может сейчас повлиять на итог голосования. Сереж, давайте. Да, мне на самом деле хочется добавить. Я, наверное, Дима понимаю, зачем он так хочет, чтобы она выбрала этот наряд. Он, наверное, просто не хочет ее потерять. Я вижу, что, как Алена, и, наверное, все здесь сидящие видим, как Алена преобразилась. Я думаю, что даже сам бы Микеланджело, глядя на нее, бы захотел рисовать какие-то картины. Так как поработали стилисты, я ожидала. Но как я себя буду в этом чувствовать? Конечно, это взрыв эмоций. Это божественно, это бесподобно. Я новая, я жила. Хорошо. Это клуба. Хотите всегда быть выражительно прекрасны, ловить восторженные взгляды и получать комплименты. Выбирайте эффективную косметику, либридерм. Это то, что нужно вашей коже. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну а сейчас все внимание на экран. 25% в пользу Алены и ее мужа, 75% в пользу стилистов. Наряды от стилистов вам в дар от программы «Модный приговор». Ну что ж, а если вы так же, как Алена Рузавина, домохозяйка из города Красноярска, захотите стать участником «Модного суда», заполняйте анкету на сайте первоканала.мода.1.тв.ру. Сегодняшняя передача закончена. Мы с вами прощаемся. До следующей встречи, дорогие друзья. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!